Слушай, ну сначала вообще с подгорода Более-менее нормально было Подходил и общался Ну да, там может были какие-то вопросы Что говорить А потом, что-то после нескольких негативных реакций Каких? Правильно я понял, что они сказали Будь проклят Ну там, вы не скажете Нет, ну было такое, что втепко Гори тебе баг Не я там что-то Типа игнор какое-то такое, блять Ну, ворочит лицо А может у нее нервный тик просто ворочит Лицо все же время Вот Я серьезно А потом это как-то чуть-чуть меня, короче, приспустило В чем негатив, Андрюха? Это важно Я сейчас вам просто объясню, правда ли это можно так считать или нет Мне кажется, когда вам говорят, пошел Смотри мне в глаз, я смотрю Пошел Ты, ты, да Ты, ты, нахуй Вот это, наверное, негатив Все остальное здесь не надо считать негативом У вас есть какие-то завышенные ожидания То есть вы считаете, что как только вы подошли Она должна просто вот так вот, блять Ну, привет Не будет Не будет Будет, как видите Вот такая история, кстати, вчера, как ты рассказывал, что они, блять Я тут хожу, и они не астанавливаются там, не хотят со мной говорить Ну, я это воспринял, в общем, как негатив Это уже сейчас отдельная часть нашего разговора То есть, как они говорили, что они говорили Ну, реакция такая, типа, я обращаюсь там, привет, да Она просто смотрит на меня и молчает, я говорю, привет Нет Может, она охуела какой-то классно Да нет Просто такая, думает, господи, я ей порадую, что ли? Нет, ну, вообще Она так зная Если она так охуевает с таким лицом, то это у нее проблем Может, там у нее проблемы, может, у нее, там, не знаю, спаление лица у меня Ну, я не с покругой, типа, иду, да, допустим Ну, я там говорю, типа, чуть-чуть, чуть-чуть, типа, говорить И не умеешь, типа, разговаривать, мы, типа, угораем И такая, вторая, типа, вот так вот, типа, ворочит лицо Ну, ладно, тоже не суть не в этом То есть, ну, всем, кто-то классно не был вчера с апротином просто Да Были? Что, нормально? Нет, как бы, у тебя все нормально Просто тут сейчас реальная тема именно твоя про завышенное ожидание Ты думаешь, что они должны там, как-то, классно Ну, да, я и отца Подожди, ты сам представь, что тебе подходит какой-то незнакомый человек И начинаешь с того коммуницировать Ты же не будешь ему, там, улыбаться во весь рот Или как-то классно реагировать Ты стандартно себя ведешь, как в обычной жизни Вот она себя так стандартно ведет, как в обычной жизни Такая она телка к тебе попалась Да, не, ну, суть А еще какие были негативные реакции? Поделись, я тебе просто Когда уже общая практика закончилась Когда мы все сами подходили Я вообще не мог подходить То есть, другие подходили Что ты с этим делал? Ты позвонил кому-то из нас В саппортом, я не знаю Было такое, что там, допустим, другие подходили Меня это еще больше расстраивало Была мысль Была мысль о том, что Бля, я, типа, заплатил банки Типа, я не могу даже подойти Я просто вот это все разогнал себе И под конец дня я был просто дерьмо, короче Я в супер... Я в новом настроении был? Не, я в супер... Не, это вопрос о негативных реакциях То есть, как бы, у нас есть особенности нашего менталитета То есть, в Европе, в Белоруссии, короче, или где-то там в Украине То есть, там все уже более как-то лояльные женщины к вам относятся В той же, там, Европе, я заметил, что они, прям, большинство соянских стран О, хеллоу, типа, ну и покуй на вас, как бы, объективники Просто они так научены Здесь ничего удивительного нет в том, что вы идете и говорите, привет, она... Тем более, как Москва сама по себе, она еще более в этом плане. Здесь какая-то очень большая концентрация приезжих девушек, которая еще позавчера саратовская. А сегодня она уже здесь. Вот, и, понимаешь, если они так реагируют, это скорее проблема в них. Но, понимаешь, когда к тебе подходит человек, говорит тебе что-то хорошее, и реагировать на это, типа, я там туда плеваться, или говорить там, не знаю, ебись, ну, крайне нелогично. Вы себе напоминайте, когда ты пойдешь в следующий раз, и на тебя там негативно, как тебе кажется, реагируешь, и, бля, это с ней что-то не так. Хотя, может быть, и ты косячишь, но на данном этапе этого тренинга тебе уже виднее душа, типа, это пчелы неправильные. Я больше расстрелся даже не из-за негативных реакций, а из-за того, что я перестал подкредить. Типа, вот просто у меня появился затык, я просто вот вижу, не могу подойти. То есть, как будто я с самого начала начал. Надо, кстати, было что-то делать. Здесь для этого и часто есть телефон. Для этого есть саппорты, как бы, ты звонишь, пацаны, что делать? Ты бы, если бы мне позвонили, он сказал, давай на видеосвязь. Выходи, ты вышел на видеосвязь. Я говорю, давай, показывай мне женщине пришло. И я был бы тут, ну, то есть, это было бы формально. Но в марафоне эта штука как-то работала. Он нас деманил. Я, не будучи, где это ты живешь? В Магнитогорске. Ну, ни разу не бывав в Магнитогорске, я прогулялся по вашему торговому центру. Правда, это пусто было, но это отдельная история. Там, как в пещере просто. Вот, по поводу негативной реакции и что еще. То есть, не надо ждать, что они будут в этот момент доставать шарики из сумки, короче, подожди сейчас. Устраивать салют и так далее. Если она, в принципе, как-то разговаривает, там, может, чуть-чуть улыбается, а если еще и задает там ответные вопросы, это вообще, в принципе, уже хорошо. И у нас есть официальное задание «Пошли меня нахуй» оно называется. Ну, это для отдельных экземпляров, собравшихся здесь, когда люди говорят «Она пошлет меня нахуй». Да, она пошлет меня нахуй. Когда меня вот это надоедает слышать, я говорю «Окей». То есть, человек идет и просто подходит. Девушка говорит «Привет, пошли меня нахуй». Да, это унизительно, как бы, но ты сталкиваешься с тем, что еще и, как бы, мягко говоря, не каждый соглашается. Это просто сейчас будет тебя не разъехать, это просто, как бы, пример для других людей. И надо ждать, да, чего-то как бы сверхъестественное. Не знаю, что это унизительно, а некоторые из вас приходят очень счастливыми. Девушка, меня нахуй подвали.